У каждого в жизни бывают моменты, когда трудности одолевают, а руки, кажется, вот-вот опустятся. История этих людей доказывает, что справиться можно вообще с любой ситуацией. Главное – поверить в свои силы. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов. Когда захочется поныть, просто взгляните на этих людей. Это мотиваторы, которые любят жизнь даже после всего, что она с ними сделала. Подписывайтесь на мой канал и смотрите подробности. И другие видео тоже. Жизнь без границ Ника Вуйчича Оратор, меценат и писатель из Австралии Ник Вуйчич теперь известен на весь мир. Он родился с генетическим заболеванием и отсутствием всех четырех конечностей. Ни рук, ни ног. Это не помешало ему наполнить свою жизнь позитивом и счастьем. Ник всегда улыбается. Серьезно. И люди, которые слушают его выступления, тоже не могут сдержать улыбку. Ник помогает людям по всему миру и верит, что для каждого из нас есть божий план. Его девиз. Если я могу мечтать по-крупному, то и ты можешь. Отличный пример. Если вы еще не видели, посмотрите. Вуйчич исполнил главную роль в короткометражном фильме-притче «Цирк бабочек» о красоте человеческой души. Ник счастливо живет и воспитывает двух сыновей и дочек-двойняшек. А еще он держит в своем шкафу пару ботинок в надежде на то, что они когда-нибудь ему понадобятся. Стивен Хокинг. Вопреки всему. И этим ученым и человеком я восхищаюсь. Жизнь Стивена Хокинга была вполне обычной до 21 года. Потом проявилась болезнь. Патология нервной системы постепенно, долгие годы парализовывала Хокинга и буквально скрутила его в бараниру. При этом Хокинг стал выдающимся физиком-теоретиком, космологом и астрофизиком, писателем и директором по научной работе Центра теоретической космологии Кембриджского университета. Его работы в области квантовой механики сделали понятнее многие космические явления. Он дожил до 76 лет, и единственная мышца, которую он мог к этому времени управлять, была мышца щеки. Но он никогда не позволял ржаветь своему мозгу. На ощупь. Проблемы в жизни Хелен Келлер начались гораздо раньше. Полуторагодовалой малышкой после перенесенной болезни она ослепла и оглохла. Хелен пришлось учиться всему на свете без слуха и зрения и расти благодаря своей лучшей подруге и учителю Энн Салливан. Хелен Келлер стала политической активисткой, выступающей за права людей с ограниченными возможностями и даже написала 14 книг, изменивших мир для инвалидов. Баскетбольный мяч вместо ног Эту девочку зовут Циян Хоньян. В 4 года она потеряла обе ноги в автокатастрофе. Ее родители жили в сельской местности, были бедны и просто старались выжить. Они не могли позволить дорогое лечение. Поэтому, чтобы хоть как-то балансировать и передвигаться, Циян использовала половину баскетбольного мяча. Девочка жила так много лет, никогда не унывала и даже занималась плаванием. А потом кто-то написал об этой семье в сети, и их историю узнал весь Китай. Циян помогла современная медицина. В наше время наука может делать очень многое. Врачи подарили девочке протезы. Это добрая история о том, как важно сохранять позитивный настрой вообще в любой ситуации. Одноногая танцовщица У Шуда Чандран с этим тоже все в порядке. Сила духа, талантливая актриса и танцовщица проявилась после того, как девушка попала в автомобильную аварию. Шуда оказалась в больнице с переломом ноги. Казалось бы, ничего страшного. Врачи наложили гипс. Но из-за глубоких порезов началась гангрена. Ногу в итоге пришлось ампутировать. Это не сломило девушку? Нет. Шуда продолжила танцевать и играть на сцене, уже на протезе. Конечно, давалось это тяжелее, чем раньше. Но девушка продолжала радовать публику. Мало того, она получила роль в автобиографическом фильме и стала популярной актрисой индейского кино. Одноногий чемпион Энтони Роблес родился без одной ноги. И хотя он имел возможность носить протез, отказывался от него с самого раннего возраста. Вместо того, чтобы страдать и стоять в очереди за пособием, парень увлекся борьбой. Энтони устанавливал рекорды по отжиманиям в школе, а затем выиграл чемпионат Национальной Ассоциации Студенческого Спорта. Слепой музыкант Андреа Бачелли – один из тех людей, которые были созданы для музыки. Это оперный тенор, который также играет на нескольких музыкальных инструментах. Многие, кто слышал музыку, созданную Бачелли, даже не знают, что ее автор слепой. Еще в детстве Андреа поставили диагноз «врожденная глоукома». А уже в подростковом возрасте из-за спортивной травмы он полностью ослеп. Слепота не остановила Бачелли. Со временем он стал всемирно известным и богатым музыкантом – песню «Сила любви». Слышали? Послушайте, это его. Благодаря ей и многим другим песням Бачелли получил признание во всем мире. Синдром «рука-сердце» Люди, рожденные с редким синдромом «рука-сердце», имеют большие проблемы с развитием конечностей сердца. Выживают только каждый третий. Ник Сантанастаса родился с одной ногой и одной однопалой рукой. Но он не только бросил вызов судьбе, а стал вдохновителем для многих. Ник может водить машину. Он ходит в спортзал и поражает людей своей решимостью. Только посмотрите, как он поднимает эту огромную шину. Люди говорят, что Ник использует свою проблему как топливо, чтобы развить многочисленные таланты и доказать. Все возможно, если по-настоящему захотеть. BMX на инвалидной коляске А вот вам еще одна история человека, который бросил вызов своему недугу. Аарон Фозерингем с детства был инвалидом-колясочником. Его брат любил BMX. И Аарон любил за ним наблюдать. И вот однажды братья решили, что Аарону нужно испытать свое кресло на скейт-парке. Сегодня парень выполняет трюки, которые сделали его легендой. Аарон построил карьеру на езде в стиле BMX на переделанной инвалидной коляске. Спортсмен первый сделал на ней переднее сальто. Вам кажется, сальто это последнее, что может случиться с инвалидом? Вовсе нет. А вы так можете? Аарон доказывает, что все возможно. Он вдохновляет миллионы инвалидов, которые готовы были поверить, что их жизнь кончена. Когда остановилось сердце Если вам до сих пор недостаточно вдохновения, тогда посмотрите на Сэма Коуартона. После аварии сердце Сэма остановилось более чем на три минуты. Мужчину объявили мертвым на месте происшествия. Но каким-то чудом его сердце снова заработало. Это было единственной хорошей новостью. Из-за полученных травм парню пришлось ампутировать руку выше локтя. А повреждения нижних конечностей сулили ему инвалидное кресло на всю оставшуюся жизнь. Сегодня это один из самых крутых и позитивных мотивационных спикеров, которых только можно найти. После его выступлений хочется жить. Сэм считает, что мотивации и позитивный настрой были главными факторами его выздоровления. Сейчас он помогает выздороветь другим. А еще Сэм – один из немногих людей, которые могут играть на гитаре с ампутированной рукой. Работает там, где хочет. Что значит «нет квот на трудоустройство инвалидов»? Для Стеллы Янг это вообще не проблема. Она работает там, где хочет. Эта женщина большую часть своей жизни провела в инвалидном кресле. Но, как вы можете заметить, она вообще не унывает. Стелла вдохновляет других. Она дает людям веру в то, что они могут гораздо больше. Стелла стала журналисткой, комиком и борцом за права инвалидов. Еще она работала редактором онлайн-журнала Австралийской радиокорпорации. На этом список не заканчивается. Стелла была преподавателем общественных программ при музее Мельбурна. Одним словом, эта женщина добивается успехов везде. Как бы показывая своим примером. Эй, вы тоже так можете? Юмор против ДЦП Один из лучших способов менять мир к лучшему – смешить людей, делать их счастливыми. Джейк Кэррол доказывает это своим примером. У парня детский церебральный паралич, но это никак не влияет на его чувство юмора. Сначала он произвел фурор на шоу «Великобритания ищет таланты». Я бы после этого сказал, что уже нашла. А затем появился в англоязычных шоу «Троллит» и «Министерство странных вещей». На шоу «Талантов» Джек попал в возрасте 14 лет. Скоро все убедились, что молодой парень обладает огромной уверенностью и зрелым чувством юмора, на который у других комиков уходит много лет. Бывших актеров не бывает. Еще один профессионал своего дела – Кристофер Рив. В 70-х годах актер снимался в роли Супермена, а в 1995 году упал с лошади и сломал себе шею. После этого его парализовало от шеи и ниже. Тяжелая инвалидность и жизнь на коляске. Да, вечное нытье и абуза для близких – нет. Возможно, актер уже не был Суперменом для всех. Но он стал им для таких же, как он. Рив решил использовать свое имя, чтобы привлечь внимание к людям с ограниченными возможностями. Он стал знаменитым активистом, продолжил работать над фильмами про людей с суперспособностями и доказал, что самые сильные части его тела – это разум и душа. Сёрфинг одной правой. В случае Баттани Хэмильтон тоже не обошлось без силы духа. Когда девочке было 13, на нее напала тигровая акула. Баттани потеряла левую руку. Многих эта ситуация заставила бы навсегда забыть про океан. И если бы Баттани никогда больше не залезла в воду, все бы ее поняли. Но девушка вернулась к своему любимому увлечению – серфингу. И снова встала на доску. Более того, стала профессиональным серфером. Да, вы не ослышались. С наровкой и умениями она может потягаться со здоровыми спортсменами. Но еще больше впечатляет ее смелость и решительность. Сам себе инженер Человеку, который впоследствии создал успешный бизнес, Ральфу Брауну, еще в детстве поставили диагноз мышечная дистрофия. К 14 годам он уже был в инвалидной коляске. Но, как говорится, если вам достался лимон, сделайте из него лимонад. Кому может понравиться обычная унылая коляска? Ральф создал специальный автоматизированный скутер. Сначала для себя, потом запустил производство для инвалидов. Изобретения Ральфа помогли миллионам людей. Это он изобрел, к примеру, подъемник для инвалидных колясок. Все возможно, несмотря ни на что. Если среди ваших друзей и родных есть такие супер-люди, расскажите о них в комментариях. Их пример – самый лучший повод не раскисать в сложных ситуациях. Интересные видео в подписке на канал. А я прощаюсь с вами до завтра. Пока!